Желто-оранжевый красавец заходит на посадку. Чуть больше двух часов полета из минеральных вод. В Самаре полная готовность к торжественной встрече. В небо взмывает водная арка. Синхронные фонтаны создают две пожарные машины. Самолет проезжает под аркой. Так во всем мире встречают новые рейсы. В Самаре своеобразную инаугурацию проводят в третий раз. Мы, так сказать, на ура приняли эту традицию. Она, в общем-то, достаточно симпатичная. Мы интересуемся, скажем, подобными вещами, происходящими в аэропортах европейских, мировых. Нам всегда это интересно. Настоящую красоту создать могут только настоящие профессионалы. И сотрудники нашего аэропорта одни из лучших. Первая Самарская арка, которой несколько лет назад встречали новую иностранную авиакомпанию, прославила Курумыч на весь мир. Фотография этой арки, вот это видео, которое, естественно, было размещено в интернете, оно попало в европейский рейсинг водных арок. Там были аэропорты Будапешта, аэропорты Барселоны, если не ошибаюсь, какие-то азиатские крупные аэропорты. И, собственно, мы были на восьмом месте по эстетике, по красоте. По маршруту Самара-Минеральные воды и обратно полеты будут выполняться еженедельно по воскресеньям на самолетах бразильского происхождения. Это одна из самых современных моделей. Этого рейса очень ждали, делится семья Салембереевых. К родственникам в Минводы летают каждый год. Раньше приходилось делать пересадку в Москве. Теперь перелет с маленькими детьми будет гораздо комфортнее. Два часа в полете, 20 минут, ты уже на месте в Минеральных водах. Конечно, это очень удобно. С этого лета не через Москву, а через Самару на курорт будут летать и жители других регионов. Среди пассажиров первого рейса – жители Ульяновска. Самара-Минеральные воды. Рейс не то, чтобы новый. Он легендарный, можно сказать, исторический. 55 лет назад, в мае 1961 года, первый самолет, который вылетел из Куйбышевского аэропорта, успешно приземлился в Минеральных водах. И вот оно, триумфальное возвращение рейса. Теперь из Самару в Минводы будут летать вот такие жизнерадостные ярко-желтые эмбрайры. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.